Общая европейская политика в области сельского хозяйства провалилась, свидетельством чему являются кризисы с перепроизводством молока и свинины в странах Евросоюза, считает эксперт Центра агрономических исследований в бельгийской Волонии Филипп Берни. Да, определенно, это провал, ред. Ведь целью, общей агрополитики ЕС, было, прежде всего, улучшение доходов работников сельскохозяйственного сектора и стабилизация рынков. Если мы возьмем сегодняшнее положение в молочном секторе или свиноводстве, оно совершенно не в этой ситуации, сказал он в эфире телерадиокомпании RTBF. В минувший понедельник в Брюсселе состоялось экстренное заседание Совета Евросоюза по сельскому хозяйству, созванное для обсуждения мер поддержки фермерских хозяйств в условиях кризиса молочного и скотоводческого секторов европейского АПК. По его итогам Еврокомиссия объявила о выделении 500 миллионов евро в качестве срочной финансовой помощи аграриям. Отмена в Евросоюзе с 1 апреля действовавших в течение 30 лет квот на производство молока, а также продовольственная эмбарго России привели к его перепроизводству и снижению официальных закупочных цен с 37 евроцентов за литр в 2014 году до 25 дефис 28 евроцентов в 2015 году. Данная ценовая планка не покрывает производственные расходы фермеров, среди которых участились банкротства. По мнению профсоюзов молочников, оптимальная цена, которая оградит их от разорения, должна быть на уровне 37-40 евроцентов. Серьезные финансовые трудности из-за кризиса перепроизводства испытывают и европейские производители свинины, которые сильнее всего пострадали в результате запрета на экспорт в РФ. Россия в августе 2014 года ограничила импорт продовольствия из стран, которые ввели в отношение нее санкции, в том числе из ЕС. В июне 2015 года в ответ на продление санкций Россия пролонгировала продуктовый эмбарго на год, до 5 августа 2016 года. Редактор субтитров А.Семкин